На 20-м Петербургском международном экономическом форуме компания Норильский Никель, Минприроды, Росприроднадзор и правительство Краснодарского края заключили соглашение о взаимодействии в рамках Года экологии. Так, в следующем году предполагается ряд мероприятий, направленных на планомерное снижение воздействия предприятий и компаний на окружающую среду в Норильском промышленном районе. Суммарный бюджет, включенных в соглашение проектов, 1 миллиард 300 миллионов рублей. Норникель будет предоставлять информацию о происходящей модернизации металлургических производств, которая предполагает внедрение новых щадящих технологий. Компания проводит политику открытости по экологическим аспектам своей деятельности, регулярно и в полном объеме предоставляет соответствующую информацию, согласно законодательству и требованиям корпоративных стандартов. Из общей стратегической инвестиционной программы Норильского никеля на период 2013-2020 годов в размере 800 миллиардов рублей. Около 300 миллиардов направляется на реализацию проектов экологического характера. Результаты такой экологической политики уже видны. Позиции Красноярского края в экологическом рейтинге субъектов федерации укрепились. Регион поднялся с 69-го на 6-е место. И одна из главных причин – широкомасштабные мероприятия по закрытию компании «Норильский никель» никелевого завода в Норильске. По данным специалистов, в июле снизятся объемы выбросов на 385 тысяч тонн. Уже установлен агломерационный цех. 1 июля закроют те переделы завода, которые вносят наибольший вклад в выбросы диоксида серы. А в сентябре предприятия остановят полностью.